Всем привет, ребятки, с вами Джофф, и сегодня снова ваша любимая рубрика Вижу впервые про самые эпичные бои в World of Tanks. И сегодня мы будем наблюдать за достаточно скилловым игроком с ником Псих из клана Элтерс, у которого 58% побед, 49 тысяч боёв и 2339 в Н8. Он играет на карте Заполярье в топе, на самом, наверное, скиллозависимом агрегате нашей игры. Конечно же, я про Тай-5 Хэви. Сейчас мы зачекаем, я, кстати, первый раз смотрю этот реплей, если что, мы зачекаем и видим, что, да, большая часть у него снарядов это фугасы, которые кредитные, и меньшая часть это голдовые. Ну, за это, пацану, респект. Я, например, так не могу. Я вот, когда беру в руки вот эту прекрасную машину, мне сразу же хочется стрелять голдовыми фугасами. Вот. И сразу, знаете, происходит еще несколько вещей. Во-первых, я начинаю деградировать, когда играю на Тай-5 Хэви. Еще одновременно у меня отнимаются некоторые конечности, и я только одной рукой играю. И в целом, в принципе, где-то после часа, если я играю долго на Тай-5 Хэви, где-то после часа такого геймплея, я не могу нормально ни думать, ни говорить, ни смотреть, в общем, превращаясь в овоща. Но, для нашего героя, я думаю, это не проблема. Смотрите, как он скиллово в начале боя простреливает стандартные позиции ПТ-САУ на карте Заполярия. Конечно, Заполярия, она для олдскульщиков. Олды тут? Напишите в комментах. Для новичков это линия Маннергейма. Но мне нравится, говорит, Заполярия. Кратко, сочно и достаточно мощно. Наш герой, кстати говоря, нужно отдать ему должное. Он увидел, что немалая часть союзников поехала в ущелье и, как это ни странно, продавила его. То есть враги по какой-то причине, ну, я догадываюсь, по какой, не сочли нужным как-либо дефить ущелье. Это, наверное, еще потому, что у них, во-первых, это бои 10-х, 9-х и 8-х уровней. То есть у них в топе ФОЧ-Б, арта, господи, хочется убить того, кто это придумал с этим балансировщиком. И Т-10 с 430-м. А, был только что еще ИС-7, но его только что убили. Я как-то, я не успел. Короче, было ИС-7, но ФОЧ-Б. А у наших ВАЗик и Т-5 Хэви. Ну, то есть, сами понимаете, да? ФОЧ-Б, наверное, в некоторых ситуациях токсичная, неприятная машина. Но против Т-5 Хэви никаких вариантов нет, тем более, когда Т-5 в топе с восьмерками и девятками. Поэтому союзники там все продавили, а наш герой решает вернуться на базу. Потому что явно видно, что враги сели в анальный деф, будут по одному выколупывать и всех расстреливать. Благодаря засвету достаточно умной льва. И при этом сами по себе... Он в союзника попал, да? Да, хомяка. Ну, вы знаете, в такой ситуации у меня бы бомбануло. Но мы не будем бомбить, ведь и мы играем в эту игру не мы, а наш дорогой друг с ником PSIX, или псих, если по-русски. Вот. То есть, получается, что я вот такую ситуацию, на самом деле, наблюдаю достаточно часто сейчас в рендоме 2002К19. То есть, именно с этого респа, с противоположного, враги садятся в аналочку и продавливают через первую-вторую линию. И это примерно мы сейчас и наблюдаем. В принципе, наш герой действует достаточно грамотно. То есть, он засел под камень и начинает отстреливать. Был бы он с фулл десятками, его бы голдой уже расстреляли. Ну, потому что эта игра у нас такая. То есть, нет скилла, пися не стоит, ты по жизни импотент, заряжаешь голду. Только не надо писать мне в комментах, что, Джофф, ты тоже играешь на голде. Да, ребята, я играю на голде, но это вынуждено. Меня вынуждает обстановка. Если бы все играли на кредитных снарядах, и только я один на голде, вы могли бы смело меня ругать в комментариях. Но сейчас, в данной ситуации, вы меня ругать не можете, потому что все в этой игре играют на голде. А тем более, уже против меня. И наш герой, в принципе, достаточно грамотно действует. Его не пробивают, ему что-то там пытаются сделать, где-то выехать. Вот видите, вот Т-30 поехал. И получил сразу на 600. Причем, надо сказать, что наш герой еще до сих пор фулловый, и он специально уже заряжает голдовые фугасы. Тут обвинить его, в принципе, не в чем. Потому что счет 3-7, количество хп, скажем так... А я ждал пробития. Количество хп союзников стремительно уменьшается. А враги, как вы сами видите, вот именно в этой части карты, они успешно задефили свою базу. Потому что, надо отметить, карта несбалансированная. То есть, с противоположного респа, дефиться намного проще, чем с этого. Там огромное количество разных позиций. И, ну, неплохо было. Вот, огромное количество разных кустов. Тем более, там еще что-то изменили и подбавили. В общем, дисбаланс во всем. А тут, на нашей базе, у нашего психа, надежда только на него. Потому что вазик сейчас, скорее всего, будет уже расстрелян. Т-30 уже тоже скоро умрет. Сзади, дай бог, сзади все будет более-менее хорошо. Наш герой, ну, я бы тоже, наверное, выстрелил, понадеявшись на то, что снаряд немножечко правее возьмет. Вот, наш герой пытается, выживает как может. И, на самом деле, на мой взгляд, друзья, очень сильно ему везет. В том плане, что по нему почему-то не стреляют голдой. Видимо, противники настолько уверены в своей победе, что они думают, да ладно, мы все равно заколупаем этого мамонта, не надо там особо париться. Вот это красиво было. Вот, а тем временем, наш псих продолжает расстрелить, расстрелить. Вот сейчас на его месте я бы, наверное, рискнул бы, выехал вперед, поставил бы борт, наверное, под ФС-4202. Пробьет он, не пробьет, это еще неизвестно. Но вот дать бы, дать бы по ФАЧу... Зря. Вот это зря. То есть, видите, на ББшках 40-02 даже в борт, наверное, не пробьет. Зря. Вот ему сейчас ФАЧа бы забрать. Вот ему бы сейчас забрать танк 10 уровня. А ФАЧ выезжает вперед. Господи, что ты делаешь? Господи, у него, знаете, ребят, у него не только новогодняя маскировка. У него и мозг, походу, все еще в салате, потому что он какого-то хрена выезжает вперед и тупо вздыхает. Так, ладно, тут надо поправить свою причесочку и подумать о том, те ли те люди прокачали французские ПТ 10 уровня. Так, тут у нас ФС-4202. Омай гад! А вот это, кстати говоря, было пробитие голдовым фугасом. Как говорится, голда имба, фугасы не имба, но на самом деле это, конечно, не точно. Так, в принципе, все хорошо Кроме, друзья, одной ситуации Небольшой, на которую я хочу обратить Ваше внимание, пока я вот это все Обсуждаю Ребят, ну это бан Это Это просто бан Вы знаете, я тут много всякое обсуждаю Комментирую и так далее, я мог какого-то Нюанса не заметить, пока я там думал о фаче И прочем, напишите в комментах, как он выцелил Я, наверное, что-то упустил сейчас в реплайе Я его первый раз смотрю, первый раз, если бы я посмотрел этот реплай Пять раз, то, наверное, бы Наверное, бы Я бы понял, как он его выцелил Но так, напишите в комментах Итак, друзья, пока мы с вами думали про фача и прочее В ущелье все сдохли, оттуда приехал Охо, невероятным просто Мегаблайндом за... Ой Боже, какие дебилы, они все фугасами стреляют Сзади заезжают, господи, чувак Сзади яг-тигры заезжают, тут охо Тут еще борщ, не пробивают Почему-то они все играют на ВБшках, это просто какой-то Невероятный, ай-яй-яй, фугасом На 213, наш герой делает Единственное правильное решение, действительно, нужно уезжать вперед Можно, нужно как... Ой, как больно Нужно как можно Можно сильнее растягивать врагов Так, вот этого забрать, вот этого Ёпперс это... Не, все, это Габелла, ребят Ладно Это нереально, это нереально выживет Если он сейчас тут выживет, я просто Укушу себя за ногу Неужели... Не, ну он фуловый Как он убьет ягдтигра? Как он... Ой... Это на фугасах будет, да? Он сейчас борща заберет, да? Да ладно Ёпп, блин, у меня тут, короче... Ягдтигр не проб... Как они, как они умудряются в борт башню не пробить? Это что вообще такое? Почему... Друзья, вы мне объясните, почему враги У нашего психа все стреляют на ББ и не пробивают? Ну там же 240 или... Нет, там какие 240? На 270 пробития Как ты на... Или это стоковая пушка? Я понять не могу Да вроде топовая А может и стоковая хрен его знает Как он не пробивает? Почему они все стреляют на ББ? Почему в моем рандоме все голда, а тут одни ББ и фугасы? Что за бред, я не понимаю Так Отлично На 428 в НЛД не совсем правильно делает псих Нужно стрелять было под нища Тогда бы зашло 500-600 Но 400 тоже неплохо Остается один нормальный танк во вражеской команде Все остальные это пассивные эти... Как его? Гондурасты Вот Кидает он под мотор на отсек 500 Заходит очень неплохо Остается еще 500 Или ровно 500 Я вот не вижу Не вижу, не вижу Да, ровно 500 остается у Ягдтигра Два голдовых фугаса Остается тем временем у нашего Тай-5 Хэви Я не понимаю, как он выживает в этой ситуации Но сейчас, друзья, на самом деле будет самое опасное Опять не пробил Да куда ты стреляешь? Ну какая рубка, братан? Ну поднища кинь Или ниже рубки кинь, чтобы в моторный отсек ушло Ну что ты делаешь? Не А Ягдтигра, друзья, не пробивает Я просто... Я честно, я в шоке, чуваки Он мог бы уже фугасами стрелять И то больше было бы толку Все, забирает он его А, он решил его затаранить Не получилось И тут его опять не пробил И это Это седьмой фраг Это 7 500 урона И 3 артиллерии На самом деле, чуваки Сейчас, наверное, самое будет Интересное Сколько он на танк... Блин, а у меня Блин, я даже не вижу, сколько он натанковал Тут почему-то У него не было... Не были включены... Йооооо О, а вот и коричневый обмудок Приехал Ооо Понятно 46 урона Он его таранит Боже, ребят, артиллерия, карусели Тайфет Хэви Такое только в реплеях бывает, это однозначно Отлично, взгляд, вперед, вперед, проезжай Поц, вперед, проезжай, вперед, проезжай, прячься, прячься Господи, любой геклап, любая хрень, которая сейчас туда закинет, может его убить Так, ну теперь на самом деле сейчас будет самое интересное Потому что, да, две артиллерии это как бы не самая сильная партия Вот на данный момент Но одна может подсветить, а другая может без проблем забрать Потому что у нас герой ваншотный Посмотрим, что и как сейчас будет Что бы сделал я на его месте в этой ситуации Я бы, наверное, отсветился аккуратненько в край По краю воды проехал бы, наверное, в ущелье И поехал бы, наверное, оттуда, из ущелья Вот, пытаясь кого-то высвечивать Но, в принципе, хороший вариант и проехать с А5 Потому что ущелье это такой, это варик предсказуемый То есть какая-то артиллерия реально может там встать в куст Пытаться там подсвечивать, она подсветит Сразу выстрелит, будучи заранее сведенной Ну и для нашего героя это будет полная габела Вот, время, 4 минуты В принципе, плюс-минус в притык Притык позволяет приехать на вражескую базу и всех убить Захватить базу Вот для этого, может быть, времени уже не хватит Потому что, как минимум, я думаю, минуты 2 С половиной Где-то 2-3 минуты он только будет ехать до круга Вот А, и плюс, кстати, да Ой-ой-ой А вот надо было ехать в ущелье Кстати, подсветит, не подсветит? Да, в свете! Выстрел! Промах! Короче, надо, ребятки, просто Вот, не знаю, вот так вот скрестить пальцы Попадет, не попадет гейклаб Скорее всего попадет Вот вангую, что попадет Ну, невозможно Ой, дурак Так, у него было еще минимум 5 секунд засвета, чтобы нормально свестись А он не свелся и кинул свертухи, и все Нет, чуваки, ну это уже да У нас остается 3 минуты Одна арта, которая, скорее всего Которая, скорее всего, стоит где-то вот тут вот Вот, вот, вот так вот Как говорит Александр Невский Вот так вот Ну и я, я не знаю, чуваки О чем тут дальше говорить, честно говоря, я просто не знаю Ну, очевидно, друзья Очевидно Очевидно, что ничего не видно Очевидно, что Ну, опять же Можно говорить про скилл Не, на самом деле, парень играет в любом случае неплохо Как бы ему не везло, но Давайте вот пока он едет Давайте я еще раз обращу 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 Ваше внимание на то Что по нашему герою, по-моему, было за весь бой только Один или два выстрела голдой Вообще не было выстрела Вообще Я не знаю, сколько он там натанковал Вы потом в конце боя посмотрите специальные статистики Да, там Ну, я думаю, там тысяч Минимум пять А может быть и десять А может и пятнадцать Хрен его знает Ааа Но это девять фрагов Скорее всего, сейчас будет десятый Это восемь тысяч урона Ни одного выстрела голдой Как? Это какой-то особенный бой Это какой-то особенный день Напишите, ребятки, в комментариях Вот вы, когда попадаете в такие ситуации Вам нужно дефить базу против пяти врагов Или вы в конце остаетесь против пяти-шести противников Это, кстати, по Колобанов, ребят Ну, получается Получается ли так Что по вам никто не стреляет голдой У меня такого не бывает По мне стреляют голдой По моим союзникам все стреляют голдой И вообще И вот, как я говорил вам, друзья Примерно вот как раз две минуты Или две с половиной даже Времени занимает проезд До Вражеской базы Сейчас мы посмотрим, где последняя артиллерия Я думаю, он ее бьет Я думаю, он бьет Ну, блин, ну, пересветите арту Наш типа слепая ее все понерфили Легчайше Правильно все делает наш герой Правильно он все делает Он просвечивает все кусты Просвечивает все позиции Арту же понерфили Что? Что? Два блайнда за один бой Совпадение, ребятки, конечно Бывает Но в такие я что-то слабо верю Не, в любом случае Чуваку респект У него 10 фрагов У него 8 Даже больше 8000 урона И Ну, там где-то учитывая блайнды Там 9 Даже 9500 может быть И И два блайнда за бой Не знаю, ребят Какие-то Знаете, это какие-то читы Эксклюзивные Типа по тебе не стреляют голдой И ты выдаешь блайнды В любом случае Очень крутой бой Кому понравился Жмите лайки, ребятки И пишите в комментариях Как этому психу Удалось кинуть Два блайнда за бой С двумя ваншотами Партия И по Т30 Если не ошибаюсь Спасибо, что посмотрели Увидимся в следующих видео Пока-пока Не вышло Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok